всем привет сегодняшнем видео поговорим о барбекю в канаде барбекю безумно популярна в северной америке и неудивительно что она популярна и в канаде одна из причин с моей точки зрения и почему я люблю делать мясо на гриле это с скажем так не очень высоким качеством продуктов непосредственно в канаде и когда вы его делаете на гриле но мясо приобретает хоть какой-то вкус ну хоть какой-то но не будем о печальном поговорим что предлагается в магазинах чтобы я рекомендовал в чем различия между барбекюшницами как что делается и прочие прочие нюансы еще раз этот выпуск такой немножко развлекательного плана больше для понимания как как мы здесь живем и так барбекюшницы можно купить в таких магазинах как рено депо рона депо ловес тот же home депо и тот же костка абсолютно во многих и здесь сразу можно видеть что есть несколько основных видов барбекюшниц пробежимся и коротко я поделюсь моим личным опытом еще раз он может быть неправильный поправьте меня если что не так в комментариях не претендую на объективность все что я говорю исключительно мое личное мнение и так барбекюшницы здесь можно купить исходя из типа это у нас стандартные угольные это у нас пилетные и газовые это три наиболее популярных еще есть команда и есть или есть электрические и есть портативные но портативно это уже по размерам а команда и электрические это все еще типы но они менее популярны сейчас пройдемся по всем из них опять-таки очень коротко начнем самых классических опять-таки наше видео ориентировано на жителей восточной европы там безумно популярны мангалы они пришли как я понимаю откуда-то с кавказа или с той части и используется конечно на шашлыки святое дело майские шашлыки аппендицит операция но это шутка тем не менее шашлыки очень популярны для этого используется мангалы мангалы ставим дровишки и делаем замаринованное мясо там с колечками лука или без него и прочие прочие рецептов моря что вкуснее что лучше у каждого свое мнение наиболее близко к этому это вот сейчас перед вами вот такая классическая барбекюшница чем она отличается от мангалов различия на самом деле есть и различия достаточно важные возьмем вебер как одна из самых самых известных и раскрученных брендов которые годами это делает и так если вы не закрываете крышку перед вами мангал если вы закрыли крышку перед вами барбекю это если очень просто но идея такая мангал не закрывается барбекюшница закрывается что дает намного больше возможностей в приготовлении мяса в отличие от мангала снизу барбекюшницы есть специальные механизмы с помощью которых вы удаляете продукты сгорания там пепел и прочее очень удобно с помощью закрывания вот здесь на крышке отверстий снизу и такие же есть снизу вы регулируете подачу воздуха регулируя подачу воздуха вы регулируете температуру и опять-таки на крайний случай вы можете просто открыть плюс в крышке есть термометр плюс полно термометр который вы можете купить дополнительно дистанционные не дистанционные любые но основной смысл это приготовление на можно сказать живом огне и в качестве топлива используется здесь два основных брикеты и непосредственно это дрова специально приготовленная то есть брикеты или дрова кулек это порядка 8 килограмм стоит грубо 20 канадских долларов опять-таки на этих сайтах вы можете найти веберовская 22 дюйма диаметр барбекюшница обойдется как вы видите порядка 200 долларов есть варианты дешевле здесь опять-таки вы видите веберовский термометр вот он сейчас по скидке но и прочее и прочее какие плюсы таких барбекюшниц это самый лучший вкус если сравнивать с любыми другими типами это мое личное мнение это большущая гибкость в такой барбекюшнице можно делать практически любые рецепты включая копчение да как не странно но можно ухитриться и сделать то есть и плюс с при наличии определенных аксессуаров если кому интересно мы их рассмотрим отдельно можно значительно расширить возможности барбекюшницы вплоть до того что есть аксессуар который ставится на здесь при открытой крышке и там вращается курица сама с помощью двигателя и это не очень дорого меньше 100 долларов такая штука стоит и те же шампуры сюда можно купить ставить и и кучу в два ряда в два этажа можно ставить делать пиццу специальные керамические поддоны море просто море возможностей которые здесь можно делать не будем сейчас говорить о режиме low low slow и прочее прочее так минус минусы конечно тоже есть эта работа с живым огнем и все что с этим связано вопрос безопасности вопрос далеко надо от того 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 но все то что относится к мангалу от вопросам безопасности относятся к этой барбеку без исключения включая угарный газ который здесь тоже может быть то есть ни в коем случае нельзя в помещениях и прочее 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 сейчас еще раз все то что мы говорим о мангале спокойно применяется здесь следующую рассматриваем барбекюшницу мы залезли немножко в другую тему итак следующая барбекюшница которую мы рассмотрим это у нас это у нас будет пилетники что такое пилетники барбекю известно очень давно и стоял такой вопрос а можно ли автоматизировать подачу вот этого самого угля древесного либо брикетов и как вариант такой модификации придумали пилетники как вы видите пилетники значительно дороже минимум в два раза но может быть и в три и больше и смысл в том что там находится сбоку контейнер и в качестве топлива используется специально приготовленные такие нарезанные маленькие кусочки прессованные это нас так называемые пилеты то есть вы пилеты засыпали включили она система определяет сама задаете нужную температуру и она досыпает по мере того какие надо там шнековая типа такая подача этих пилетов и она до гружает сколько надо чтобы поддерживать заданную температуру то есть своего рода полуавтоматизация в изготовлении такая система намного сложнее потому что добавляется блок управления добавляется автоподача пилетов вот в больше идет металла чтобы саму эту систему сделать поэтому и цена такая но есть огромные минусы прежде всего в таких системах как правило в большинстве из них нет открытого огня и все что с этим связано в том числе с потерей вкуса продукта итогового то есть там тепло и распределяется снизу на огромной металлической пластине и по и металлическая пластина отдает тепло непосредственно на продукт то есть непосредственно живого огня кто что называется здесь нет нет так и многие продукты нельзя приготовить в пилетниках и эту проблему она известна ее пытались решить и в некоторых моделях начали ставить такие задвижные раздвижные щели которые позволяют вам получить этот самый живой огонь на продукте но работает это все скажем прямо из того что я видел не очень вторая большая проблема пилетника вот эти самые пилеты чудовищно пыльные чтобы решить этот вопрос покупается специальное ведро сеткой где выдала до заранее должны рассыпать эти пилеты потрясти их чтобы эта пыль сошла но в любом случае когда эти пилеты подаются и прочее вот эта вся пыль равномерно покрывает все изнутри пространство пилетного гриля и в том числе на продуктах которые там готовятся кому нравится кому нет но вот так оно с того что я видел то есть достаточно ограниченное применение не все рецепты здесь реализуются и с точки зрения безопасности это все еще открытый огонь применительно все то что мы говорили ранее но добавляется еще одна вещь раньше были известны случаи когда вот эта система которая подает пилеты срабатывала не очень хорошо и огонь попадал по вот этому желобу шнеку подачи пилетов попадал вот в эту основную камеру и что происходило правильно это все загоралась это вообще невозможно в стандартного стандартной барбекюшнице на угольном гриле это дополнительная опасность которая есть у пилетников дальней в дальнейшем конструкции были улучшены и прочее прочее но дело такое опять-таки на любителя лично мне я пробовал я работал с ними мне не очень понравилось я не смог оценить достоинства данного типа барбекюшницы следующий это у нас газовый открывать не буду они принципе вот наверху пропановые бывают двух типов на натуральном газе и на пропане но по большому счету это просто ну если очень упростить все-таки канал сыпл канада это по сути просто газовая плита которая стоит на улице не больше и не меньше но которая закрывается сверху крышкой соответственно все плюсы и минусы готовки на газе здесь есть нет такого вкуса как на классическом угольном гриле абсолютно удобно быстро готовить да потому что не надо очищать перед каждым разом выкидывать пепел залу и прочее прочее то что связано с угольным грилем легко держится температура до и громадный минус при сгорании газ как правило добавляет пары влаги соответственно и сам продукт немножко по-другому готовится и само собой все рецепты которые годятся для классического угольного гриля здесь сделать просто нельзя еще раз по большому счету это просто газовая плита которая есть восточной европе с крышкой . с точки зрения безопасности лучше чем угольная с одной стороны опять-таки это газовая плита и она по правилам даже может стоять в доме но в моем видео смотрите в описании я буквально вот здесь в монреале два дома с разницы в один год огромные пожары бушевали из-за вот таких барбекюшниц они стоят по правилам на улице на балконе это были верхние этажи лето жара не знаю что там произошло но судя по тем слухам что циркулирует взрывались газовые баллоны взрыв газового баллона на третьем этаже дома здесь сделаны ну из из того самого и палок моментально все возгорается и по сути дела полдом пол дома надо заменять и строить заново естественно с обычными дровами такого случиться не может ни на каком солнце температура не будет достаточно чтобы в пакете воспламенились брикеты или допустим трава я такого честно я никогда не слышал поправьте меня если это не так в случае газа дополнительная опасность увы есть третий электрические электрические барбекюшницы ну это с моей точки зрения достаточно смешно почему это назвали барбекюшницы это обычная плита точнее под плитой духовка . только в худшем варианте еще без вентилятора это просто электрика которая закрывается электрическая готовка и когда там наши блогеры там по моему ванкувере гордо показывает как они делают барбекю на балконе на электрической барбекюшнице но ребята но с таким же успехом вы можете поставить это в духовку и получить результат быстрее лучше и вкуснее потому что там еще можно выбрать режимы конвекции и прочее чего на вот этих вот маленьких электрических просто нельзя сделать то есть назвать эту барбекюшнице можно очень условно только потому что вы можете вытащить это на балкон и гордо сказать а я сделал здесь сосиски и они ребристые потому что вот вы его поставили на вот эту ребристую поверхность и закрыли крышку ну как бы ни вкуса как говорится ни цвета ни запаха и команда очень специфически рассматривать не будем опять-таки очень дорогой и с кучей своих вопросов и что касается здесь тоже достаточно популярные для копчения устройства но они не настолько распространены чтобы их обсуждать с одной стороны с другой стороны практически все эти рецепты большей частью можно сделать на стандартной барбекюшнице это что касается что называется hardware то есть что касается оборудования что касается непосредственно продуктов продукты для барбекю здесь летом буквально повсюду были бы деньги есть специальное мясо уже готовые с нарезкой есть море ну я вот пробовал пользовался наверное штук 20 различных маринадов и соусов к барбекю некоторые реально очень хорошие есть прочие различные устройства добавки к стандартным барбекюшницам которые позволяют просто сделать более разнообразным этот процесс и получить какие-то новые вкусы то есть это именно раздолье и это во многих случаях рассматривается как возможность собраться друзьям собраться семье и получить удовольствие скажем так барбекю это не только накушаться но еще получить удовольствие вопросы предложения замечания пишите в комментариях всем спасибо